Добрый день. На этой сессии представлены доклады, которые связаны с трудностями интерпретации изменений в лёгочной ткани у пациентов. В разных группах пациентов с разной патологией, в том числе и у гематологических пациентов, этих трудностей предостаточно. И связано это с большим количеством внутренних и внешних факторов риска, с трудностями лабораторной и инструментальной диагностики и со стёртой неспецифической клинической картиной. Но компьютерная томография остаётся ведущим методом диагностики, и данный предмет, в пример, молодой пациент 33 года после трансплантации, при нейтропении и появлении субфибрилитета и нарастающей дыхательной недостаточности, у пациента на стандартной рентгенограмме изменений не выявлено. На компьютерной томографии в лёгочной ткани с обеих сторон отчётливо визуализируются локальные двусторонние очаговые интерстициальные изменения, что более того, в нижних отделах с тенденцией к слиянию и с перифокальным отёком, что говорит, в пользу активно текущего воспалительного процесса. Специфических компьютерно-томографических признаков, которые характерны для определённых воспалительных процессов, не существует. Все симптомы, которые мы перечислили, мы можем встретить как в единичном проявлении, так и в различной комбинации. Характерными признаками для инвазивного аспергеллёза лёгких, а это наиболее частые и тяжёлые осложнения у данной группы пациентов являются очаги, инфильтраты. Все они имеют связь с сосудами или расположены субплеврально. Субплевральная дисковидная ателлектаза, симптом полумесяца и симптом ореола или гала, который говорит в пользу активно текущего воспалительного процесса. Ну и примеры, то, что мы видим. Я не стала останавливаться на цифрах, лучше посмотреть, что мы можем увидеть у этих пациентов. Усиление лёгочного рисунка. Оно может быть локальное, единичное, одностороннее, более распространённое, двустороннее на протяжении всех лёгочных полей. Контуры и формы могут быть более чёткие или абсолютно бесформенные. Что касается очагов, тут такая же картина. Все они расположены в проекции элементов лёгочного рисунка. Они могут быть односторонние, единичные, с признаками ореола, гала или бес, расположенные хаотично, или занимать какой-то отдельный сегмент или долю, или в виде диссеминированного процесса. Там, где подписан диагноз, всё это верифицировано лабораторно. Поэтому в случае инфильтрации тоже изменения смешанные от локальных до двусторонних, от нежных интерстициальных фокусов инфильтрации разнокалиберных до более плотных и тотального снижения плотности по типу интерстициальных изменений. Очагово-инфильтративные двусторонние изменения. И более плотная инфильтрация, на фоне которой фрагментарно прослеживаются просветы бронхов. а в последующем при поле тяжелопатологии или при миктоинфекциях вообще могут не прослеживаться. Ну и то, что, как мы выявили закономерность, дисковидные атолектазы, мелкие субплевральные участки чаще встречаются в детском возрасте, на положительные динамики уходят без формирования пневмофиброза, не оставляя никаких последствий у легочной тканей. Характерные для инвазивного аспирогелеза легких признак прикорневые или субплевральные инфильтраты безвоздушные, раздвигают крупные бронхи. И два вида динамики, либо отрицательная распад и диссеминация, как показано на дальнем слайде, либо увеличение размеров и появление еще таких же характерных инфильтратов, либо положительная динамика в виде появления прослойки газа, характерных симптомов серпа или месяца. И при последующей положительной динамике у данных пациентов формируются полостные образования. Также они специфические, разнокалиберные, с разными контурами, разные формы, без уровня содержимого. Нехарактерный признак чаще проявляется при прогрессировании основного заболевания или тяжелой микс инфекции. Ну и тоже как признаки то, что мы наблюдали у наших пациентов. Пациенты были разного возраста, разного пола, с разными диагнозами. И в зависимости от пола и возраста есть определенные закономерности, но это очень большая тема. И в данном случае единичный очаг с признаками лучистости, разнокалиберные очагово-инфильтративные изменения, субливральный инфильтрат смешанного характера, дисковидный атолектаз, это маленький ребенок, и двусторонние интерстициальные изменения. В данном случае нежные дисковидные атолектазы, которые полностью ушли. Нехарактерная полость для инвазивного аспергеллеза, но подтвержденная лабораторно. Большая крупная полость с толстыми грубыми стенками, с четкими неровными контурами и не совсем с характерным расположением остаточного мицелия. На верхних изображениях, я бы сказала, если бы первый раз увидела, что это смешанная инфекция, это микотический субливральный инфильтрат, характерный для инвазивного аспергеллеза, а изменения в верхней доле справа – грубый безвоздушный инфильтрат. И я бы предположила, что это мукромикоз или зигомикоз, но лабораторно подтверждено это не было. Инвазивный аспергеллез легких. Микозы текут длительно, трудно поддаются лечению, и в данном случае молодая женщина после трансплантации 32 года наблюдалась в данном случае с февраля по ноябрь волнообразная динамика, сначала с отрицательной динамикой диссеминации, в последующем с положительной динамикой и формированием тонкостенной прикорневой полости. Также смешаны изменения в язычковых сегментах два характерных для инвазивных аспергеллеза плотных инфильтрата, а в нижней доле правого легкого, локальная, не специфическая, не характерная ни для чего, зона усиленного легочного рисунка за счет интерстициального компонента. Более тяжелый микоз течет агрессивно, резистентен к терапии, часто параллельно с инвазивным аспергеллезом, часто после него идет хвостом. Смешаны грубые очагово-инфильтративные изменения с присоединением выпадов в плевральных полостях в полости перикарда. Более характерным являются плотные безвоздушные инфильтраты, они расположены субплеврально, часто с инвазией в грудную стенку и в средостение с нарушением целостности. Разделяющих листков в плевра и перикарда. В данном случае наблюдение. Фузариоз, редкий микоз, в легких изменениях наблюдается при генерализации процесса. Локализация одна из два верхней доли правого легкого. Но в данном случае более очерченный инфильтрат с более четкими контурами, более однородные просветы бронхов прослеживаются. Хотя и фрагментарно, но при бронхоскопии бронхи проходимые признаки эндобронхита. И мукормикоз, грубый инфильтрат неоднородной по структуре с выпадом в плевральных полостях, с очагово-инфильтративными изменениями с обеих сторон. Чаще всего у гематологических пациентов изменения в легких двусторонние. Очагово-интерстициальные с обеих сторон. Но в данном случае цитомегаловирус, очагово-инфильтративные изменения, но преобладают очаговые изменения, нарастают более выраженно в верхних и средних отделах. При пневмоцистной пневмонии преобладают инфильтративные изменения с нарастанием в каудальном направлении. Это у нашей группы пациентов. Потому что если взять других пациентов с другими иммунодефицитными состояниями, выглядит это все немножко по-другому. Туберкулез – это казуистика, но лабораторно подтверждена. И кандидоз легких, верхние и средние отделы, интерстициальные изменения при генерализации процесса. Поствоспалительные изменения также полиморфами наносят характер. Разные полости, разная форма расположения, случайные находки посттуберкулезные. И у подростков, и у пожилых пациентов при плотных грубых инфильтратах остается грубая деформация легочного рисунка с пневмофиброзом, переходящей в поливральные спайки. Необходимо делать это исследование, насколько возможно, потому что это позволяет детализировать изменения в легочной ткани и иногда избежать артефактов от дыхания пациента. В данном случае инвазивный аспергиллез, регресс хронический, лимфобластный лейкоз, положительная динамика, инвазивный аспергиллез, смешанная инфекция аспергиллез и бактериальная инфекция, эклипсиела, мукормикоз, цитомигаловирус с присоединением РДС, кандидоз, пневмоцистная пневмония и два случая туберкулеза, перенесённого были, лабораторно подтверждённого. Состояния бывают осложнения, как состояние бывают инфекционные и неинфекционные. В данном случае, если лабораторно ничего выявить не получилось, а нарастает дыхательная недостаточность и субфибрилитет после трансплантации, можно предположить, что это реакция трансплантанта против хозяина, изменения двусторонние, субливрально-полигонально-непральные формы, участки повышенной воздушности. И при дальнейшем прогрессировании заболевания этого состояния формируется грубая деформация лёгочного рисунка и, соответственно, с качеством жизни и состоянием пациента. Микс инфекции достаточно часто. В данном случае грибковое поражение кандидозное с поражением печени и инвазивный аспергиллез, инфильтрат, очаг плотный субфибральный и сухая прикорневая полость. В данном случае перенесённая РТПХ, мы видим, и это было доказано предварительно, мозаичность вентиляции и присоединение плотных инфильтратов с активной перифокальной воспалительной реакцией, что характерно для инвазивного аспергиллеза. Хронический лимфобластный ликоз, взрослый пациент перенёс всё, что мог. РТПХ, грубая деформация, вирусную инфекцию, цитомигаловирус, инвазивный аспергиллез ухоополости поступил с невысокой температурой, есть нейтропенией, свежий инфильтрат верхней доли левого лёгкого. Также наблюдение, насколько одно состояние перетекает в другое и тяжесть пациентов. Подросток 15 лет, лимфобластный ликоз, 71-91 день после трансплантации. Слева дисковидные атолектазы и инфильтрат, характерный для инвазивного аспергиллеза. Справа достаточно плотная инфильтрация с воздушными бронханграммами и с выпадом правоплевральной полости, лабораторно-бактериальная клипсиелопнимония. И на 191 день меняется картина радикально. То, что было микотического характера, уходит, но появляются новые дисковидные атолектазы, а справа уменьшается проявление бактериальных изменений, появляется характерная аспергиллома. И то, что можно выделить отдельно, сосудисто-интерстициальные по причине возникновения осложнения, у взрослых пациентов или у молодых 30-35 лет, ТЭЛа бывает редко, но бывает. И в данном случае взрослый пациент, хронический лимфобластный лейкоз, ромбоэмболея, мелкий инфаркт и отек легкого. Ну и то, что мы видим у деток, и в основном у деток дисковидная атолектаза, условленная инвазия мицелия в просвет мелких сосудов, абсолютно обратная динамика без деформации легочного рисунка. И в данном случае мукромикоз, неоднородный инфильтрат, бессосудистые все сосуды, при ангиографии это отчетливо видно прослеживаются по периферии. Эмболия, но причина ее совершенно другая. И что хочется сказать, что необходима компьютерная томография, она нужна, важна и своевременно, что в разных группах с пациентов у иммунодефицитов абсолютно разная бывает клиническая картина и соотношение очаговых, инфильтративных и деструктивных изменений. И даже если пациенты совпадают по диагнозу, по возрасту, по каким-то еще разные школы, например, Белоруссия и Питер, гематологические больницы, но у них соотношение деструктивных и инфильтративно-очаговых изменений совершенно разное. Подход комплексный, врачи у нас хорошие. Спасибо. Спасибо, Елена Николаевна. Есть время на два коротких вопроса, пожалуйста. Нет вопроса. Да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, учитывая иммунокомпрометированность пациентов, какие ваши рекомендации по наблюдению за вот этими воспалительными процессами? Вчера был очень хороший доклад и вообще сессия была гематологическая. Николай Николаевич Клюнку, как один из ведущих специалистов, он рекомендует, что если есть изменения в легких, есть нетерпения, факторы риска, и на КТ есть изменения, особенно это надо все сделать до 24 часов. Риск возникновения осложнения вот этих тяжелых состояний снижается практически в два раза. Выживаемость повышается. И за последние годы выживаемость повысилась при диагнозе как осложнение инвазивный аспергиллез до 60-80% в разных группах пациентов. Это первичное исследование. А повторное? Повторное зависит также от факторов риска и состояния пациента. Они же постоянно курируют формулу крови, физические всякие показатели. Если есть хотя бы стертые клинические проявления в виде дыхательной недостаточности или субфибрилитета, обязательно назначается компьютерная томография в комбинации, если тут еще параллельно идет. И если есть трансплантация, тут очень много факторов, которые зависят друг от друга. Поэтому... То есть каждый день? Практически, ну достаточно часто. Это работа гематологов. Вот эти все схемы у них отработаны на самом деле, на данный момент. Спасибо. Так, спасибо. Спасибо.